СКВЕР ФЕСТИВАЛЬНЫЙ Пополнился аллеей из пицунских сосен. Деревья высадили сочинские предприниматели. Школа вожатых подвела итоги. 213 выпускников-аниматоров уже в эту пятницу опробуют свои навыки в деле. 2000 сочинских выпускников сегодня написали первый обязательный госэкзамен. Это математика, базовый уровень. В Сочи завершается подготовка к кинотавру. Фестиваль поменял сроки, организовал новый конкурс и стал длиннее. Проблемы жителей Кубани должны решаться сразу, а не перекидываться годами между краевой и муниципальными администрациями. Вениамин Кондратьев довольно эмоционально напомнил чиновникам, ради кого они работают. На прием к губернатору приехали люди из пяти районов Краснодарского края. Роман Бондаренко и Юлия Корж попросили помочь в строительстве тротуара вдоль одной из дорог в поселке Октябрьский. Жителям приходится ходить по проезжей части. У нас это единственная дорога к объектам социального значения – школа, больница. У нас за год ввела два смертельных случая. Мы неоднократно обращались во всевозможные инстанции, но вопрос этот не решился до сих пор. Вениамин Кондратьев объяснил главе Павловского района, что тянуть с решением таких вопросов и заставлять людей обращаться с просьбой о строительстве тротуара к губернатору – мягко говоря, неправильная работа. Если вы до сих пор не пришли к способу решения вопроса, то как же вы собираетесь его решать тогда? Поэтому еще раз подчеркиваю, с 2009 года и идет переписка, потому что на весе, что вы есть, что я смотрю, что особо результата нет, потому что проблему так никто и не в них, и не погрузился. Но уж точно тротуар явно не компетенция Министерства транспорта. Явно не компетенция. Это у вас должен быть четкий алгоритм и способ решения вопроса. И вы уверяете, Борис Иванович, что вопрос будет закрыт. Вот это что, с 2009 года переписка, футбол в народе, меня не устраивает. И устраивать никогда не будет. Все, договорились, вопрос снимается. До первого повестки дня сегодня, до конца года, что тротуар был. После обращения к главе региона решился вопрос Юрия Писарева из Джубги. Мужчина рассказал, что людям приходится платить за обслуживание трансформаторной подстанции, за которую обязан отвечать застройщик жилых домов. Именно у него трансформатор находится на балансе. Есть такие примеры, где бизнес просто находит способ за счет людей, при том без стыда и совести, как говорится, решать свои финансовые проблемы, а еще и копить состояние. Вот такой бизнес на Кубани уж точно не нужен. Сегодня я с руководителем этой компании разговаривал. Он готов передать эту подстанцию нам. Поговорил с Кубаниэнерго, связался. Они также подтвердили, что после получения муниципалитетам этой подстанции, они ее возьмут к себе на обслуживание. Все ремонты, я вот говорю заявителю, и вам обещаю, что администрация Туапсинского района берет на себя. С положительными эмоциями сегодня из краевой администрации уехали жители станицы Холмской. К концу года там появится новый сквер. А в Краснодаре после обращения горожан на улице имени Евдокий Сокол построят тротуар. К работам уже приступили, рассказал мэр краевой столицы. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. Сквер-фестиваль на улице Фабрициуса пополнился новыми растениями. Там появилась целая аллея из пицунских сосен. Деревья высадили сочинские предприниматели. На днях в России отметили День предпринимательства – один из самых молодых профессиональных праздников. В Сочи в сфере малого и среднего бизнеса зарегистрировано более 40 тысяч предприятий. В основном это оптовая и розничная торговля, гостиничный бизнес, общепит. Услугами местных бизнесменов пользуются не только жители, но и гости города, поэтому от их труда зависит в том числе имидж курорта. Самых активных предпринимателей от руководства Сочи наградили знаками за трудовые успехи на благо Сочи и за вклад в социально-экономическое развитие города. Занятие бизнесом – это не очень простое занятие. И те люди, которые ведут бизнес, они играют очень огромную роль в жизни самого города. От них зависит социальная стабильность города. Благодаря им происходит улучшение городской среды. Кстати, чествовали предприниматели в новом сквере фестивальный не случайно. Он был открыт в том числе благодаря их труду и помощи. Ну а теперь парк будут украшать еще 10 пицунских сосен. Их высадили сами бизнесмены. Кроме того, сочинские предприниматели активно помогают городу открывать новые спортивные площадки, а также являются шефами школ и детских садов. Школа вожатых подвела итоги. Напомню, проект стартовал 31 марта и объединил 213 студентов практически всех вузов города – школьников, руководителей городских молодежных клубов. Ребята учились общению с детьми. И этим летом, после основательной подготовки, выпускники школы вожатых будут работать аниматорами на 146 детских площадках, объединенных в городской проект площадки нашего двора. Зажигать детвору, увлекать детей играми, творчеством, честной дружбой и удивительными приключениями – этому ребята учились у профессионалов почти два месяца. Благодаря проекту «Школа вожатых» значительная часть городских аниматоров прошла основательную подготовку, в том числе тренинги по психологии и конфликтологии. Много полезных навыков получила не только по работе с детьми, но и общению с их родителями. Летом мы планируем провести такую анимацию на площадке, называется «Мир воображения» или «Площадка мира». Там мы собираем детей и хотим погрузить их по типу психологического моделирования. Мы хотим поместить детей в мир воображения тот, который они создадут сами, конечно же, с нашей помощью. Проекту площадки нашего двора в этом году 10 лет. Все эти годы студенты проводили лето на детских площадках, примеряя на себя роль аниматоров. И это инициатива главы нашего города Анатолия Николаевича Пахомова, который в свое время нас всех этой идеей заразил, что надо делать. В городе летом остается много деток, которым, собственно, некуда деться, и вот их надо организовать. И мы с этим флагом вот уже 10-й год реализуем эту программу. Опция «Школа вожатых» – это новинка этого года. Каждый из участников «Школы вожатых» получил сертификат государственного образца об обучении в лидерской школе, а значит и возможность последующего официального трудоустройства. Ну а этим летом ребята будут работать на 146 площадках в четырех районах города. Они откроются уже в эту пятницу, в День защиты детей. Основная цель летней оздоровительной кампании – объединить весь двор и творчески подойти к организации досуга. Сделать это лето для ребят непохожим на предыдущее. Галина Моисеева, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпании ВКТ. Сегодня школьники пишут ЕГЭ по математике. Это первый обязательный госэкзамен. По всей стране экзамен по базовой математике напишут почти 600 тысяч выпускников из них. Две тысячи – это сочинские школьники. В одном из пунктов приема экзамена побывала Ольга Десятого. И еще до девяти утра одиннадцатиклассники начинают собираться в школьном дворе. Восьмая гимназия – один из тринадцати пунктов проведения экзамена в Сочи. На пункт проведения экзамена вы можете пройти с паспортом и черной гелевой ручкой. Перед экзаменом школьникам еще и еще раз рассказывают о правилах его проведения. Ведь в случае любого нарушения пересдать тест можно будет только в следующем году. Терять время никому не хочется, поэтому с каждым годом отступление от правил со стороны выпускников все меньше. Ну а эти правила школьники знают наизусть. Сначала нам долго-долго повторяли, что никаких шпаргалок, никаких телефонов. Потом мы трижды напоминали, что будут камеры. Потом каждый экзамен мы пишем бумажку о том, что нам это говорили. А потом нам очень долго втирали, что нам надо правильно заполнить бланк. Это главное. Просто так в пункт проведения экзамена тоже не войдешь. Каждого ученика тщательно проверяют на наличие мобильных шпаргалок, калькуляторов. Все это под запретом. Ребята более осознанно и серьезно подходят все-таки к экзамену, понимая, что от этого зависит дальше будущее. Ребятам нужен результат, им нужен аттестат в первую очередь, нужны хорошие высокие баллы для поступления в ВУЗ. Сегодня ЕГЭ сдают 2000 сочинских школьников. Уже три года как экзамен по математике разделен на два уровня – базовый и профильный. Базовый нужен для получения аттестата, а более сложный – профильный для поступления в ВУЗ. Я еще сдаю математику, профиль, поэтому для меня база очень легкая. Я вообще не волнуюсь. Не, я в ночь перед экзаменом, конечно, готовилась. Хотя я и сдаю базу, но я уверена, что я все-таки сдам на четверку. Сегодня школьники писали так называемую базу. Кстати, материалы ЕГЭ теперь не доставляют почтой или курьером в конвертах, а печатают прямо в аудиториях. Их получают из Федерального центра тестирования на специальных дисках. Такая технология исключает возможность найти материалы или ответы ЕГЭ в интернете или как-то рассекретить содержание тестов. На 20 заданий по математике школьникам отводится три часа. По окончании тестирования ответы отсканируют и отправят на проверку. Результаты ЕГЭ одиннадцатиклассники узнают 15 июня. Ну а математику профильного уровня школьники будут сдавать в эту пятницу. Следующий экзамен обязательный для всех – это русский язык. Его школьники напишут 6 числа. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи проходит всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников. Он называется «Я исследователь». «Я исследователь» – единственный в стране конкурс для самых маленьких. Впервые он стартовал в Москве в 2005 году. Затем стали проводиться региональные этапы, а уже финал всероссийского конкурса четвертый год подряд принимает Сочи. Участвуют 25 регионов России. Оценивает работы компетентные жюри, в которые вошли представители вузов и образовательных организаций Москвы, Краснодара, Свердловской и Нижегородской областей. Краснодарский регион тоже представлен. 18 человек, 9 из них из Сочи. Мы сегодня принимаем 244 участника. Все они будут представлять свои исследовательские работы по четырем номинациям – «Техническая, гуманитарная, живая и неживая природа». Всем пожелаем удачи. В Краснодарском крае заработала горячая линия Центра спасения дельфинов. Всех неравнодушных граждан, нашедших живого дельфина на пляже или вблизи берега, просят звонить по номеру 8 938 38 15 95 или 291 15 95 и сообщить точное местонахождение дельфина. Операторы дадут инструкцию, что нужно делать, чтобы ему помочь до того, как на место прибудет бригада помощи. Если же был обнаружен погибший дельфин, даже если видно, что тело не свежее, сотрудники Центра просят сообщить о находке по телефону горячей линии или в соцсетях. Очень важно вести учет погибших дельфинов по всему побережью. Бригада выезжает на место для сбора материала, необходимого для ведения статистики и определения причин гибели. И к другим новостям. В Сочи завершается подготовка к кинотавру. В ближайшую субботу звезды отечественного кинематографа пройдут по красной дорожке театральной площади, а уже 3 июня в Зимнем театре стартует первый конкурсный день открытого российского кинофестиваля. В целом 29-й кинотавр поменял сроки проведения, чтобы не пересекаться с чемпионатом мира по футболу, организовал новый конкурс и впервые увеличена продолжительность фестиваля. Кинотавра пройдет в Сочи со 2 по 10 июня. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр. Ну а на театральной площади практически все готово к церемонии открытия кинофестиваля. Устанавливают узнаваемые желтые сидения. На звездную дорожку осталось лишь постелить красный ковер. Смонтированный огромный экран для проекта «Кино на площади». Вот этот формат открытого кинотеатра – это любимый проект нашими горожанами, потому что люди за 29 лет уже очень привыкли. Здесь после основных просмотров конкурсных открывается открытый кинозал под звездным небом Сочи. И здесь тоже будет много интересных, любимых фильмов и новых, которые ранее здесь не демонстрировались. Поэтому люди тоже с удовольствием ждут и будут принимать в этом участие. Но наряду с традиционными мероприятиями в этом году «Кинотавр» объявила о переменах. Во-первых, фестиваль запускает новый конкурс, параллельно основному. Он будет называться «Кинотавр. Дебют». В связи с этим продолжительность фестиваля будет увеличена. На один день новинки российской киноиндустрии можно будет смотреть целых 8 дней вместо 7. Ну а жюри основного конкурса «Кинотавра» в этом году возглавит режиссер и продюсер Алексей Попогребский. Фильмом «Открытие» станет новый проект Кирилла Серебренникова «Лето». Закрывать «Кинотавру» будет документальный проект Веры Кричевской и Ксении Собчак «Дело Собчака». В рамках кинофестиваля также пройдет спецпоказ последнего фильма Веры Глаголевой «Не чужие». Еще одна традиция в период проведения «Кинотавра» – это новая схема движения. Напоминаем автовладельцам, что театральная площадь уже перекрыта движением в обход зимнего, а и на этом участке дороги оно одностороннее. Две культуры, одна вера. В Сочи состоялся традиционный фестиваль, организованный культурным центром «Иверия». Ежегодно в мае грузинская диаспора собирает на одной сцене юных сочинцев самых разных национальностей. Мероприятие посвящено Дню независимости Грузии. Впервые за несколько десятилетий фестиваль «Две культуры, одна вера» прошел не на сцене зимнего театра, а на этот раз национальные диаспоры курорта собрались в новом центре национальных культур «Истоки». Открылся он в микрорайоне КСМ. И теперь танцами и вокалом здесь занимаются юные жители сразу нескольких близлежащих поселков. В чьи знаменательные даты для грузинской диаспоры Дня независимости Грузии воспитанники Дома культуры «Истоки» подготовили для зрителей праздничный концерт. И мы сейчас ждем новое поколение, которое подрастет и будет понимать, что в составе дружбы с Россией Грузия ждет дальше рассвет. И мы к этому стремимся. И сегодняшний праздник – это не праздник чисто республики Грузии, это праздник наших межнациональных взаимоотношений, нашей любви друг к другу. В городе Сочи, России, где нас сотни даже национальностей, а не десятки, и мы где как братья и сестры живем в этом мире. Традиционно поздравить грузинскую диаспору пришли и председатели всех нацобщин курорта. К слову, и на сцене в этот день звучали как грузинские, так и русские, армянские, белорусские, греческие напевы. А в одном из ансамблей Дома культуры и вовсе одновременно танцуют представители шести национальностей. И вот такое проникновение, целево уважение, обогащение и дает всем нашим народам возможность двигаться вперед. Еще раз вас с праздником, низкий поклон вашему руководству и всей грузинской общине за то, что вы стали вдохновителем вот этого Дома культуры истоки. В Центре национальных культур истоки ребят не только учат танцевать, но и возвращают к истокам. Здесь обучают родным языкам, игре на национальных инструментах. Ведь сила народов в истории уверены сочинцы. Адыгская женщина в разные эпохи. В музее истории курорта Сочи открылась новая выставка. Представлены необычные экспонаты из Национального музея Республики Адыгея. Представлено более 350 экспонатов. Каждый из них раскрывает образ адыгской женщины с древних времен до конца 19 века. Выставка так и называется «Мир женщины в интерьерах исторической памяти. Традиционная культура адыгов». Здесь мы увидим удивительные предметы ювелирного искусства, традиционная одежда адыгов, реконструкции уголков семейного быта. Мы узнаем о том, чем занималась адыгская женщина в разные эпохи. А занималась обычно адыгская девушка рукоделием. Об этом говорят золотошвейные инструменты. Этому начинали обучать с шести лет. И, конечно же, домашним бытом. Здесь представлена даже женская половина дома. А вообще с 17 лет у девушки была отдельная комната, где она могла общаться со своими друзьями, подругами. Кстати, выбор супруга был достаточно демократичным. Это, я думаю, особенность именно адыгской культуры. То есть девушки были достаточно, я бы сказала, свободны в выборе своей пары. То есть им никогда не навязывалось это. Она могла сама выбрать себе мужа. После замужества традиционные шапочки меняли на платок. Даже существовал обряд, когда после рождения первенца свекра менял невестский головной убор. Интересно и обувь. Вот такие шились котурные. Княжна уж точно должна была иметь такую праздничную обувь. Подобные выставки проводятся по инициативе Министерства культуры России. Данные экспонаты уже были представлены в Нальчике, в Краснодаре, в Ставрополе, в Станице Вьошинской, в музее Шолохова. В Сочи, в музее истории новая выставка будет работать все лето. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». И в завершении информация от партнера программы. Санаторий Черноморья приглашает в лечебно-диагностический спортивно-оздоровительные центры. К вашим услугам крытые и открытые бассейны, теннисные корты, спа, зона, собственный пляж. Телефон 290-2020. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.